Прежде чем прочитать клятву и яркий пионерский галстук повяжет на груди четвероклассников, ребята изучили историю пионерской организации, узнали о законах и традициях пионеров. И в этом им помогали старшие товарищи. Я председатель школьного детского объединения СМИ, союз мальчиков и девочек. Быть председателем – это очень ответственная задача. Надо хорошо учиться, стараться занимать первые места в спорте, в поведении и добрых делах. Наши бабушки и дедушки тоже были пионерами, только у них были красные галстуки. Стать пионерами так очень просто. Нужно проявить себя, проявить себя, и только потом тебя примут. А потом мы должны вооружить по закону пионерии. Будем примерным во всем. Поздравить новых пионеров пришли почетные гости. Депутат совета Рустам Ахтямов, глава сельсовета Айнур Мусин, учителя, ветераны, руководители местных учреждений и жители села. Первую учебную деятельность я начала работать пионервожатой. Когда мы работали здесь, начали работать, детей было очень много, более 300 детей. И дружина проводила сборы пионерские, был знаменосец, обязательно у нас, гарнист, барабанчик. Когда гарнист начал трубить сбор позывной, нам было понятно, что сегодня у нас праздник. У нас галстуки были красные. И хоть сейчас галстуки современных пионеров школьного детского объединения СМИД отличаются от тех первых, но миссия и цель ребят остается прежней – быть активными, спортивными, добрыми, справедливыми, помогать старшим и поддерживать различные акции. По решению совета школы каждый обучающийся четвертого класса достоин звания пионер. Я надеюсь, что наши пионеры вырастут настоящими патриотами нашей великой Родины. Всего в этот день клятву пионеров дали 9 ребят. И в школьном детском объединении села Новый Кайнлык стало 39 пионеров. И все они горят общими идеями и всегда готовы поддержать друг друга в добрых начинаниях.